История, которая никого не оставит равнодушным. «Союз женщин-чуваший» представил детский иллюстрированный журнал «Письмо-самолетик». Презентация состоялась в Театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля. Посетила ее и наша съемочная группа. 1941 год. Герой произведения – маленький Степа, которому пришлось остаться в семье застаршего. Ведь папа ушел на войну, а мама – строить сурский рубеж. Это история о молодом человеке, который на своих плечах вынес тот, наверное, исторический тяжелый момент. И через этот журнал мы хотели, чтобы детки точно так же прочувствовали эмоции и попробовали тоже на себя примерить образ этого маленького человечка, который смог выстоять и трудовые, наверное, сложности, и момент того, что рядом не было любящих родителей. Авторы книги – журналист, писатель Алексей Кряжинов, председатель «Союза женщин-чувашия» Наталья Николаева и пресс-секретарь «Союза женщин-чувашия» Ольга Гурьянова. Они сумели создать образ мальчика, который, по сути, является прототипом многих детей Великой Отечественной войны. Журнал интересен детям и своим необычным оформлением. Вся история передана в формате комиксов. Красочные картинки сопровождаются репликами героев. Мне очень понравились рисунки, изображенные в этом журнале. Мы как бы переносимся в то трудное время. Появляется, с сожалению, тех людей, которые трудились на Сульском рубеже. 33 тысячи экземпляров иллюстрированного журнала на днях разлетятся по школам республики. Журналы будут розаны именно по всем школам Чувашской республики. Это как неклассное чтение. И каждый школьник может прийти в школьную библиотеку, посидеть, почитать. Может взять домой с родителями, полистать соответствующий журнал. Также это и разговор о важном, который мы традиционно проводим по понедельникам, уроки мужества. Презентация журнала состоялась ко дню памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И открыла марафон мероприятий, посвященных их трудовому подвигу. Милиана Алексеева, Юрий Марков, Национальное телевидение Чувашия.